Друзья и гости канала, давайте еще раз посмотрим домик хороший, потому что я считаю пока из ценовой категории в 6,5 миллионов рублей с ремонтом, это лучшее предложение. Находимся мы с вами в Васильевке. Что такое Васильевка? Смотрите в предыдущем мой видеоролик, сделал экскурсию, проехали мы с улицы Донская. Этот домик, кстати, уже продан, тоже красивый был дом. И сейчас мы с вами быстренько забежим, 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 чтобы музыка нам ничего не портила. И вот здесь, конечно, на входе мы видим небольшой бардак, но это строить соседний дом. Сразу, конечно, что бросается в глаза, это кухня-гостиная, притом хорошая кухня-гостиная. И, конечно, бросается в глаза, это убогие обои. Ну, ребят, обои – это то самое простое, что вы можете переделать. Поэтому, в любом случае, те люди, которые хотят переехать и жить, к людям, которым нужна большая площадь. Ребята, здесь 142 квадратных метра и ценник всего лишь 6,5 миллионов рублей. Дом со всеми документами. Вот вся территория этого дома. Соответственно, здесь при желании можно сделать открытый гараж. Здесь можно сделать бассейн, здесь можно сделать террасу какую-нибудь. В общем, много чего здесь можно сделать. Офигенные здесь подвезные пути. Комфортно я себя здесь чувствую. Еду и нет желания вспомнить какие-нибудь плохие русские слова. Потому что действительно здесь хорошо и комфортно. Если вдруг, например, вам принципиально нужно, например, для мамы отдельная комната, то вот с этой стороны вы можете сделать перегородку. И при этом у вас все равно получится хорошая кухня, большая, где можно разместить в том числе и диван, где можно разместиться всей семьей. И получится еще одна изолированная комната, например, для гостей. При желании, конечно же, здесь много чего можно сделать. Вот здесь мы видим с вами место для санузла. И вот здесь у нас такая хорошая, полноценная гардеробная. Гардеробная шикарная, я считаю. Просто огромная, ребят. Давайте поднимемся с вами наверх. Все-таки хочется посмотреть, что такое 142 квадрата. Большой плюс – это окно. Я люблю, когда у нас лестничная площадка в естественном освещении. Это тоже огромнейший плюс. На втором этаже мы с вами можем сразу увидеть также санузел. Да, вот тоже хороший, полноценный. Здесь же мы с вами видим хозяйскую комнату. Она большая. Хозяйская комната с выходом на балкон. Притом хороший балкон с видом на зелень, с видом на соседние домики. И домик уже у нас куплен. Дом у нас каркасный. Но при этом, наверное, вы замечаете, что я перемещаюсь по дому и нет никакого скрипа, нет никакого там постороннего звука. Это, конечно, дом подойдет для большой семьи, для дружной. Тут же мы с вами видим небольшую комнату. Это детская. И есть еще одна детская комната. Всего 142 квадратных метров. Кстати, одна детская комната непосредственно с выходом на балкон. Балкон здесь по периметру. По периметру хороший, большой. Кстати, заметили, да? Какая шумоизоляция. Я открываю и слышно звук. Да, вот, например, от соседей музыка. Закрываю. Тишина. При этом мне нравится, что здесь ничего не потрескалось. Здесь все хорошо, ребят. И мне нравится, что все-таки это три полноценные комнаты. Три полноценные комнаты. И огромная, огромная кухня-гостиная. Вот так мы можем раз закрыть и все. Нравится, что все у нас окна открываются-закрываются без какого-либо усилия. Потому что обычно в домах бюджетного класса с этим большие проблемы. В доме нет газа. При желании вы можете его провести за 200 тысяч. Потому что полностью весь поселок у нас газифицирован. Это у нас село Васильевка. И самое главное, что здесь вы, например, можете заехать и уже, в принципе, жить. Здесь остается установить только унитаз, раковину, стиральную машинку. Везде есть электрические вот такие радиаторы. И если, например, вам этого мало, то, я думаю, можно вскрыть, застройщик попросить, вскрыть у нас этот ламинат. И под ламинат просто пустить инфокрасные теплые полы. По большому счету, вот, например, если вы возьмете квартиру где-нибудь в старом фонде за 6,5 миллионов рублей, то получится в старом фонде однокомнатная квартира. Двухкомнатная вряд ли, а вот однокомнатная квартира полноценная будет, если более-менее нормальный ремонт. И за квартиру вы будете платить минимум 6 тысяч рублей в старом фонде, потому что горячая вода безумно дорогая, отопление дорогое, капитальные платежи, капитальный ремонт, извиняюсь, и так далее. Здесь же вы за этот дом, даже если просто будете отапливаться электричеством, а один дом уже отапливался электричеством, вот этот вот, всю прошлое зиму, то здесь у вас на этот дом будет уходить, ну, не более, не более, вот, все вместе, не более, там, 5-6 тысяч зимой. И, конечно же, вы спокойно сможете уложиться в 2 тысячи рублей, в 3 тысячи рублей летом. При этом в 142 квадрата. Нет никаких поборов дополнительных, нет скотских налогов за владение тем же самым имуществом. Поэтому, я думаю, плюсы для тех людей, которые любят экономить, это существенные. Я скажу честно, даже я сейчас выбираю себе квартиру, да, я уделяю пристальное внимание таким параметрам, как коммунальные платежи. Потому что, например, одно дело, когда ты платишь, например, за 100 квадратных метров 6 тысяч рублей, а другое дело, когда ты за 100 квадратных метров платишь 13 тысяч рублей. Разница ощутимая. 5 тысяч рублей в месяц или там 6 тысяч рублей в месяц разница. Это можно, например, слетать куда-нибудь отдохнуть раз в год. Поэтому такие параметры я тоже учитываю. Плюс, представьте себе, например, ваши родители, да, пенсия, к примеру, там, 12 тысяч рублей, там, 13 тысяч рублей. Представляете себе, взяли какую-нибудь однокомнатную квартиру в старом фонде и выплатили за нее по 6 тысяч рублей в месяц. По 6 тысяч рублей в месяц. И либо же они живут в своем доме, получают от этого удовольствие, и при этом они платят там всего лишь, например, 4 тысячи рублей, там, или, там, 3 тысячи рублей за огромнейший дом, в который вы можете привезти своих детишек, да, соответственно, внуков и тому подобное. И при этом они останутся довольны. Я вот с начала видеоролика сказал, что можно здесь сделать гостевую комнату и так далее. Нет, на самом деле, я думаю, нет, это нет смысла, это уже лишнее, потому что наверху полноценные три спальни. Я думаю, что внизу можно спокойно вот оставить вот именно здесь зону, получается, кухни. Я вот думаю, здесь должна быть барная стойка какая-нибудь такая интересная. А вот здесь должен быть зал непосредственно, да, вот здесь диван такой большой, должен быть царский, чтобы можно было смотреть телевизор, да, можно было смотреть Ютуб. А вот именно с этой стороны должна быть зона такой столовая, столовая, полноценная такая столовая, где стоял бы большой стол, где стоял бы как минимум 6 стульев, чтобы можно было просто с семьей сесть и спокойно можно было наблюдать вот за таким потрясающими видами. И это, ребят, осень, летом здесь просто, просто потрясающе. Поэтому думайте сами, решайте сами, лично мне нравится, цена 6,5 миллионов рублей, это адекватная цена, самому вам каркасный дом построить дешевле не получится, это уже проверено. Я к одному ездил своих подписчиков, он мне сначала сказал одни цифры, потом, когда второй раз приехал, говорит, Макс, вот ты был прав, я ошибся. В общем, все, что я запланировал себе, нафантазировал, я умножил на 2 и еще пока не уверен, что получится дозавершить, потому что там вылезли какие-то моменты, там вылезли какие-то моменты, еще вылезли моменты. Единственное, что, наверное, я все-таки сюда газ провел бы, ну, опять же, газ это на ваше усмотрение, хотя, может быть, просто кинул бы из-за красные теплые полы на всякий случай, тем более оно в виде такой подложки, вот именно под ламинат, и я думаю, что хватило бы за глаза. Потому что, еще раз повторюсь, вот на примере этого дома, его топили у нас электричеством всю прошлую зиму, и было там хорошо и комфортно. Опять же, сегодня температура у нас не очень, так скажем, комфортная, но, ребят, при этом все равно я себя чувствую в этом доме уютно. Кто-то скажет, земли мало. Ребят, на самом деле земли здесь предостаточно, если мы с вами посмотрим, вот эта земля вся относится к этому дому, здесь можно крытый сделать гараж, как минимум, на 4 автомобиля. Посмотрите, здесь же над гаражом можно сделать такую-то хорошую террасу, прямо отсюда можно выходить, и я считаю, что с умом, вот смотрите, вот здесь можно там посадить те же самые там фруктовые деревья и так далее, здесь хватает. Плюс еще 3 метра отсюда, в сторону того домика, также это ваша территория, все это делается, эти соседи уже будут жить, уже у них финишные работы подходят к экологическому завершению. Мне этот дом, конечно, больше всего нравился, он самый маленький был, 78 квадратных метров с террасы, но он мне почему-то больше всего зашел. Но, 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 сейчас вроде смотрю этот дом, думаю, блин, наверное, дом должен быть именно такой. Спальня должна быть наверху, а внизу вот должна быть хорошая такая просторная гостиная. Не знаю, что думаете по этому поводу вы, пишите в комментариях под этим видеороликом, лично мне данный дом понравился, и я с большим довольствием готов вам этот дом показать, и с большим довольствием готов вам этот дом продать. А теперь, ребят, всем спасибо за просмотр, еще раз посмотрю, по локации, по дороге, посмотрите предыдущий видеоролик, он так будет называться, Донская села Васильевка, я все показал, по времени сможете сориентироваться, и по дороге, и по всем остальному. Я думаю, что после этих двух видеороликов вы обязательно захотите купить данный дом, а теперь пока.